Включаю вагон, заработал мотор-генератор. Вот здесь у меня пункт, я включаю отопление. Отопление у нас двухпозиционное. Теперь трамвай может выходить на линию в зимних условиях. Подключение отопления в городском транспорте – сложный технологический процесс, который требует дополнительного техосмотра и регулировки системы. Главная задача, чтобы зимой водитель, кондуктор и пассажиры ездили в комфортных условиях. При пуске, при торможении греются вот эти сопротивления. Горячий воздух подается в салон дополнительно к тем тентам, которые находятся в салоне. Погода в салоне электротранспорта настраивается не за один день. Сейчас работы по подключению системы отопления в трамваях и троллейбусах вышли на финишную прямую. В ближайшие дни в Самаре ожидается похолодание, и к этому времени подвижной состав станет теплее. Нужно поставить дополнительные высоковольтные предохранители, подключить их к контакторной раме, сделать определенные дополнительные настройки, проложить высоковольтные провода. Поэтому длительный процесс, который проходит на техническом обслуживании, специально это специалисты подключают, не водители. Поэтому занимает какое-то определенное время. Но я думаю, что с учетом вот круглосуточной такой работы, что мы до понедельника подключим весь подвижной состав. В Самаре ежедневно в рейс выходят больше тысячи единиц общественного транспорта. Зимой все они должны переходить в режим обогрева. Это требует в том числе и дополнительных затрат. На отопление уходит столько же электричества или бензина, что и для работы ходовой части. В салонах включаются не только обогревающие радиаторы, но и конвекционные тены, чтобы на стеклах не образовывался конденсат. Трава – это мой самый любимый транспорт из всех. Пользуюсь им почти всегда. Да. Зимой здесь всегда тепло. Чувствуется. Урюз. Считай, как дома. Вот так вот. А сейчас уже чувствуется, кажется, что так легко пошел. Да, чувствуется тепло. На улице холодно, а тут прямо тепло. Согласно Санпинам, утвержденным еще в советское время, разница температур в салоне и за окном должна быть не менее 20 градусов. То есть, если на улице минус 30, в салоне было допустимо минус 10. Сейчас такого практически уже нет нигде. В транспорте тепло почти как дома. В следующем году в Самару должны поступить 22 новых троллейбуса. Они будут оснащены по самым передовым климатическим стандартам на любое время года. В новых троллейбусах предусмотрено оснащение современной системой отопления и вентиляции. В том числе там есть отдельный кондиционер для кабины водителя и также система кондиционирования для салона, для пассажиров. Вот когда эти троллейбусы придут к нам, это будет первый в истории Самары подвижной состав, который оснащен кондиционером. Закупка троллейбусов предусматривается в рамках мероприятий по обновлению подвижного состава по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». К работе в зимних условиях подготовлен автопарк. В автобусах провели ревизию отопительных систем, заменили изношенные и неисправные элементы, привели в порядок уплотнители дверей, форточки, люки. Олег Зверев, Константин Головин. События. Олег Зверев, Константин Головин.